Бронислав Виногродский Бронислав Виногродский Бронислав Виногродский самодостаточного и гармонично развитого макрорегиона Северной Евразии, обладающего экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством в новом многополярном мире. Примечательны две вещи. Во-первых, то, что вы являетесь частью коллектива авторов, работавших над этим, можно сказать, программным изданием. А во-вторых, что эта книга создана по инициативе правительства России и издана под общей редакцией Алексея Аверчука, вице-премьера, который курирует международные, внешнеэкономические и интеграционные связи России. Тот факт, что это не просто научная монография, а издание стратегического фундаментального характера, создано под правительственной эгидой, конечно, придает ему вес. Что вы можете сказать о книге и о своей работе как одного из авторов? Можно ли сказать, что воплотилось ваше давнее чаяние, чтобы правители занимались серьезным стратегированием, мыслили и работали вдолгую? Само по себе это необычное такое действие. По сути дела, то, что вышла такая книга, то есть и вышла она, следовательно, как некое такое пособие для как раз руководителей в основном, которые в этой области работают, как на нашей стороне, так и на сопряженных этих пространствах. И, конечно же, это есть знак поворота какого-то вообще в ментальности правительства, в ментальности вообще, в изменении видения, потому что в первую очередь здесь показана именно та стратегическая перспектива, которая позволяет, когда вот в следующий раз наши китайские коллеги скажут, что у вас есть стратегия на тысячи лет, тогда мы можем поговорить, а мы скажем, а вот она у нас есть, потому что это действительно стратегия, ибо стратегия у государства появляется только когда она себя видит такой неотделимой частью более крупной макроструктуры. И в данном случае вот была описана в разных плоскостях эта самая макроструктура, вот эта вот евразийская целостность, евразийская общность. Поэтому, и, конечно, то, что ее выпустили в преддверии 2024 года по китайскому календарю года дракона, да, который сам начинает какие-то большие такие серьезные тектонические сдвиги в сознании человечества, это тоже очень хороший знак. Я в основном, мой вот этот вклад был в области осмысления каких-то базовых этических принципов, в общем-то, ну и в целом идеологических, и это действительно программное издание, программное издание по стратегированию, идеологическому стратегированию в этом вот пространстве, которое должен понимать каждый руководитель, который принимает решения в этой области. Один из главных посылов книги – это взгляд на Россию как на многовековой симбиоз славянских, тюркских, финно-угорских и кавказских народов. Россия как цветущая сложность народов, различных этнических групп и конфессий, объединенных общей историей, общим языком и общим культурным кодом. Что можно сказать об этом? Россия – это, по сути дела, постоянно формирующийся и постоянно развивающийся такой микс, фьюжн, я бы сказал, котел языков, идей, смыслов, я не знаю, там, этносов. И если изначально играла роль, значит, в основном какая-то славянская составляющая, которая пришла сюда, в общем, где мы сейчас сидим, это были угрофинские земли, да, значит, но здесь же ходили все время по карте сверху вниз, значит, купцы кавказские, скандинавские всякие воины, и, конечно же, тюрки всегда здесь тоже обитали в этих местах, ходили, были здесь государства тюркские, каганаты, значит, и так далее. Поэтому сам по себе вот этот вот взгляд и подход, то, что мы являемся новым совершенно формированием, где нельзя говорить, что мы здесь все только славяне, понимаете, или что мы здесь все тюрки, потому что, в принципе, в силу того, что у нас основная как бы структура языка славянского в основе лежит, ну, мы точно совершенно не славяне, потому что здесь кого ни поскреби, здесь не только татарин, здесь у каждого множество каких-то кровей, смеси и миксы, да, и вот это вот то, что у нас славянская грамматика в языке, это как раз сейчас вводит в заблуждение людей, потому что при этом, знаете, около, очень высокий процент тюркской лексики, значит, в русском языке, там огромное количество слов, про которые ни один русский человек не подозревает, что они совершенно тюркские, по сути дела. И, более того, я хочу сказать, что сейчас время, и книга является знаком этого, какого-то окончательного сформирования вот этого российского метаэтноса, значит. Опять же, вот, знаете, всегда какая-то возникает маленькая неловкость, когда говорит, я русский человек, подразумевая, что я славянин, да, потому что, ну, вот у меня там прабабушка-пермянка, я думаю, что кого-то, ну, кого ни покопай, найдутся там какие-то там миксы и примеси, значит, и, наконец-то, появляется возможность говорить о новом метаэтническом образовании, именно то, о чём здесь говорится в этой книге, в том, что мы есть цивилизационная общность и сущность, да, которая выходит за пределы одного этноса, нам в этом этносе тесно, мы там ничего не можем сделать. И это очень важный момент, то, что это было, по сути дела, изложено, сформулировано и позволяет сейчас, ну, совершенно по-другому оперировать какими-то базовыми понятиями. Особое внимание в книге уделяется тюркскому началу российской государственности. Я узнала, что слово «ига» имеет общий индоевропейский корень «ук», что означает «союз». «Ига», «друг», «супруг», «узы», «союз», «сопряжение» – оказывается, всё это – однокоренные слова. Президент России Владимир Путин в одном из недавних своих выступлений говорил, что ставка на «союз с Востоком», которую делали русские правители в своё время, позволила сохраниться России как цивилизации. Так кто же друг другу – русские и тюрки? Несомненно, это всегда существовал здесь союз, это всегда было взаимодействие. Назвать братские народы – это как бы не так. Мы настолько едины, настолько мы срослись в этом смешении своём, настолько сложно часто отличить татарина и русского, значит, или башкира и так далее, что это сложно говорить о том, кто мы такие друг друга. Просто мы здесь вместе постоянно, люди являются родственными какими-то сущностями, когда они живут много веков бок о бок во взаимодействии, по сути дела. При этом есть же такие прям у нас этнические группы, как, предположим, казаки, которые в своё время там вообще говорили на тюркских языках, которые были в тюркской культуре, где было огромное количество, значит, турчанок или татарок, жён. Это же говорит о том, что мы гораздо больше здесь, чем, я не знаю, то, о чём я уже сказал только что, что мы не просто этническое образование, мы цивилизационное образование. И вот это вот деление такого рода, сама по себе такая классификация, она немножко неуместна к этому. То есть мы действительно представляем собой много национальное цивилизационное образование, которое при сложении даёт нечто большее, чем просто сумма её составляющих. И поэтому, значит, русские тюрки – это какие-то части чего-то одного целого, как такое и называется. Вот это евразийская или цивилизационная общность Северной Евразии. Это макролегион, по сути дела. Потому что мы же, получается, выплёскиваемся за пределы вот этого вот государственности нашей, значит, потому что тюрков много в других регионах, так же, как и русских тоже, собственно говоря, да, которые живут в самых разных местах, и за пределами России, и на тюркских землях, и изначально, где обитали люди, это Казахстан, и Узбекистан, и Киргизия. Вот, и эта интеграция продолжается. Ещё один месседж книги – это то, что между народами, живущими в России и во всей Северной или Срединной Евразии, гораздо больше общего, чем различного. Что наши культуры, обычаи, праздники и языки ближе друг к другу, чем кажется. Есть даже целая глава – общий культурный код. Что нас объединяет? Ну, конечно же, объединяет общие ценности, что ли, общность ценностей. Вот именно благодаря этой общей ценности люди и способны объединяться. Это то, о чём там много говорится. Это и чувство товарищества, значит, которое здесь развито очень высоко у людей. Это, конечно же, ценность семьи и дома, как некой фундамент и базы. Это некие базовые представления об отношениях внутри семьи мужчины и женщины, о роли их. Значит, и ещё много вот таких вот ощущений стремления к свободе и к воле, к независимости. В данном случае значимость этой книги в том, что это первый такой триггер, который перезапускает процессы видения всех этих вещей. И вот эта вот общность, она для нас, для всех характерна здесь, в этом макрорегионе, в этом евразийском макрорегионе. Эта общность – это, следовательно, общие способы оценок. Даже и дело не в ценностях, они могут по-разному называться, в разных языках, разными словами. Но вот эти способы оценивания объединяют нас. То есть мы реально можем смотреть куда-то и говорить, да, я тоже так думаю, да, вот это плохо, да, а это хорошо. Вот это вот самое основное и это главный месседж этой книги. Вас, как одного из главных китаеведов России, не могу не спросить вот о чём. Если смотреть на базовые элементы общего культурного кода России и всей Северной Евразии, то видно, что эти элементы в значительной степени совпадают с добродетелями и ценностями конфуцианства. Ваш коллега по научной работе Фёдор Черницын, который сейчас работает в аппарате вице-премьера Алексея Аверчука и который стал автором итогового текста книги, в одной из своих статей писал, что если уж нам и искать цивилизацию, на которую мы походим, то это надо делать в Срединном царстве, а не на холмах Монмартра. Это действительно так? Насколько близки друг другу Россия, Северная Евразия и Китай с точки зрения устройства сознания? Слушайте, на самом деле действительно настолько похожи с точки зрения устройства сознания, и это связано именно с тем, о чём я говорил в ответе на ваш прошлый вопрос. Это способы оценивания. И с этой точки зрения, если мы посмотрим на китайцев и на китайскую этику, они, по сути дела, одни на вот этой вот огромной территории, которые умудрились сохранить целостность системы описания этических принципов. В принципе, мы когда лезем в этику европейскую, то понятное дело, что там есть Аристотель, Платон и так далее, там, я не знаю, там разные греческие и римские там мыслители, там потом Европа, но всё это периодически прерывается, всё это, значит, туда вмешиваются какие-то потоки конфессиональные, которые не обязательно позволяют правильно там понимать эти вещи. Тогда как у китайцев сохранился вот этот вот, что называется, описание этого этического культурного кода в целостности, и оно продолжает работать на территории Китая. То есть, китайец всегда может сослаться на жившего в VII веке до нашей эры, значит, конфуция, и это будет убедительно звучать для любого человека на территории Китая, да. Почему? Потому что целостная, очень логическая, непротиворечивая конструкция, которая берёт корни именно в описание устройства сознания человека, да. И вот надо сказать, что мы здесь со своим постоянным поиском, потому что у нас есть нужда в интеграционных вещах, да, вот в силу того, что мы состоим здесь из разных потоков и разных этносов, из разных территорий и так далее, нам нужны базовые интеграционные вещи, а эти базовые интеграционные вещи, это человеку подсказывает тело, они лежат внутри как раз только системы описания сознания, и эта целостная система описания сознания как раз и представляет собой, в общем-то там конфуцианство как таковое, значит, которое для этого было предназначено, которое для этого существовало, которое объясняло и рассказывало людям их роль в устройстве общества, то есть, собственно говоря, описывало задачи, описывало, что, кто, чему и как должен, как человек должен себя вести. А я хочу сказать, знаете, я однажды смотрел, ну, я перевожу периодически там совсем классические тексты, вот я занимался переводом Лидзи, записи об обрядах, это один из пяти главных конфуцианских канонов, и вспомнил прямо так близко-близко, как мне присылал до этого, значит, мой знакомый человек из Кавказа, адаты описания, и это настолько билось, насколько это было одинаково, значит, но были неписанные правила там в русских деревнях всегда, то есть, знали совершенно, когда нужно садиться, когда вставать, кто первым берет ложку, понимаете, и это вот как раз и объединяет и делает нас похожими на самом деле вот на наших там соседей в Китае. В книге создан образ будущего нашей страны и даже больше целого макрорегиона Северной или Средины Евразии, в котором хотелось бы жить. Причем есть ощущение, что этот образ создан не только творческим вдохновением, но и, что называется, с калькулятором в руках на основе экономического анализа всего, что происходит в мире. В этом будущем мы – страна, где все есть. Есть вода, еда, тепло в домах, гарантированная безопасность и общее техноэкономическое и культурное пространство благодаря интеграционным связям с другими народами материка. Что нужно, чтобы построить такое будущее и как отнесется к такой сильной России Китай? Мы будем конкурировать или сопрягаться? Ну, я начну прямо с конца. Конечно, мы будем сопрягаться, потому что при разумных подходах, разумных, а, собственно, Китай, собственно, в первую очередь, он в хорошие периоды своего существования, как и любой другой, значит, такой государственный субъект, да, определяется разумность. Китай разумен, Китай никогда быстро не реагирует, Китай, значит, вырабатывает эти стратегические истории. Китай, конечно же, заинтересован в хороших партнерах. Люди вообще сущности разумные ищут себе подобных, ищут людей и сущности в уровень способные держаться. Вот, собственно говоря, на этой территории Россия, вот она, будучи прошедшая такой невероятный какой-то сложный, тяжелый вот этот путь своего формирования, она единственно способна держать с Китаем по-настоящему правильный вот этот вот диалог, и мы уже показали несколько раз то, что, собственно говоря, мы себя правильно ведем в этом отношении, то есть мы умеем ладить с Китаем, и Китай тоже, в принципе, который на самом деле очень ценит дружбу вообще как таковой, то есть у Китая там, как и все понятия, разработано понятие дружбы вообще, какие бывают друзья, как, кому, почему и так далее. Китай, конечно же, стремится построить по-настоящему дружеские связи вот между Россией и Китаем, поэтому Китай будет заинтересован, значит. А у нас есть все основания для того, чтобы предложить, вот будучи, я еще раз повторяю, так как мы прошли такой невероятный путь, да, исторический, сложный, у нас есть все основания предложить вот этим всем остальным народам такие очень разумно, очень понятно основания, почему им нужно вступить в это партнерство и почему им нужно быть. Более того, как уже говорится в книге, это же не просто выдумано, это все есть лишь закрепление статус-кво, потому что все это было на протяжении вот этих самых тысяч лет взаимодействия здесь этнических потоков на этой территории, поэтому я уверен, что Китай вообще-то заинтересован в стабильных партнерах, в стабильном соседстве, более того, в максимально осознающих себя. И эта книга, я уверен, она будет знаковой для Китая, да, они увидят, что здесь есть те силы, те люди на уровне правительства Российской Федерации, которые правильно ставят вопрос. А как вы считаете, как построить такое будущее, которое описано в книге? Так, собственно говоря, и началась эта стройка уже, и эти интеграционные процессы идут, и, собственно, здесь как раз и пишется о том, какие заложены там транспортные коридоры, потому что на самом деле любого рода деятельность, она сначала, и это для китайцев тоже характерно, должна произвестись успешно у тебя в голове. Значит, вот ты сначала в голове произведи свои действия, а потом просто иди и возьми те ценности, которые ты хочешь, когда это будешь. Поэтому, собственно говоря, все же уже началось. Существует вот этот ЕС, собственно, Евразийский экономический союз, который вполне сопрягается с понятиями там шелкового пути, более того, с этими очень интересными, несомненно, идеями Си Цзинькина о человечестве как обществе и сообществе единой судьбы, значит, которое сейчас всячески тоже распространяется и предлагается всему человечеству посмотреть так на будущее, на развитие, значит. И это все сейчас уже в практической реализации находится. Собственно говоря, мы уже, что называется, книгу-то это сделали уже в процессе практической реализации всех этих идей. В книге упоминается об Ирк-Бетик, самой древней книге тюркских народов, которая была написана руническим письмом. Вы работаете с этой книгой и занимаетесь ее популяризацией. В своих выступлениях вы говорите, что Ирк-Бетик это тюркская или наша общая евразийская книга перемен. Если это действительно так, то у цивилизации России, Евразии и Китая гораздо больше общего, чем кажется. Ведь это очень древние, можно сказать, базовые тексты народов, которые не могли не оказать влияния на формирование нашего мировоззрения. Как вы можете это прокомментировать? Это на самом деле, видите, я когда столкнулся с книгой Ирк-Бетик, у меня было такое сотрудничество с Казахстаном. Я когда, значит, начал трогать тюркскую ироническую письменность, вот первая эта книга, которая выплыла, она единственная, кстати говоря, написанная древне-тюркским ироническим письмом, это Ирк-Бетик. Я начал в ней разбираться, а так как волей судьбы я 40 лет изучаю книгу «Перемен», я как раз и сразу увидел вот это поразительное генетическое сходство этих двух текстов. Это не на поверхности, несомненно, потому что там должно быть, нужно увидеть какое-то количество совпадающих элементов. И я действительно увидел, что это два, как бы я сказал бы, два очень резонирующих способа осмысления мира. Текст книги «Перемен» и текст Ирк-Бетик. Значит, и одновременно каждый из маленьких этих, каждый из них состоит из небольших кусочков текстов. Значит, он такой, как мозаика, скроен. Он расположен в нумерологических рядах каких-то, значит, и если правильно к нему относиться, он просто попадает, как, знаете, такие ядра кристаллизации в сознание и наводит в них порядок постепенно. Это также начинаешь разбираться в этих ценностях. И с этой точки зрения базовые образы Ирк-Бетига, они такие общие, действительно евразийские. Вот то, о чём мы говорим здесь всё время. Они действительно, это очень понятные какие-то сущности. Там скакун, я не знаю, там орёл, птица, рыба, человек, конь и так далее. Вот эти вот хозяин, правитель. Что то же самое на самом деле и в книге «Перемен». И я думаю, что это следующий этап, когда мы выпустим какую-то монографию с Фёдором Вантинчем как раз по поводу соотнесения и сопряжения базовых понятийных структур вот этого евразийского цивилизационного кода и китайских традиционных подходов к осмыслению того, что такое человеческое сознание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok